Когда-то в основании Крымского моста в Москве располагались гаражи. Сегодня же здесь находится музей поистине культовых автомобилей «Мост», который этой весной отметил свой второй день рождения. Его постоянная экспозиция насчитывает до 20 редких машин, порядка пяти мотоциклов и несколько велосипедов. Причем выставка регулярно обновляется. Каждый месяц сюда привозят по 4-5 новых экспонатов. То есть мы стараемся не просто, чтобы машины стояли, и люди охали просто от того, что их видят. А стараемся как-то нести в массы эту, надеюсь, это негромко звучит, культуру, информацию элементарную, чтобы человек, который с улицы зашел, который просто к автотематике вообще никакого отношения не имеет, он зашел и узнал, что такое ходродинг, что такое 50-е, 60-е, 70-е года, узнал, что такое оллтаймеры, янгтаймеры и так далее. А посмотреть в музее действительно есть на что. Взгляните, например, на этот оригинальный ZIM. Стиль, при котором сохранен внешний вид вот этого старого автомобиля, со всей ржавчиной, с тем, что нельзя повторить искусственно, тем, что сделало время, то, что уникально для этого автомобиля. При этом к нему добавлены кучи элементов разных интересных, он технически исправен и на полном ходу. Или вот Chrysler 300C, тоже уникальная в своем роде машина. Из интересных фактов еще об этом автомобиле, ее корма, вот эти вот плавники так называемые, в общем, если в двух словах, вот с этих Chrysler и начиналась эпоха вот этих рыбьих хвостов, хвостов, скажем так, то есть уже после этого появились Эльдорадо, которые там были машины Милвиса, эпоха фастфудов и так далее. Все это начиналось вот с этих машин. Делориан, Lotus, Esprit, Ford F1, но и это еще не все. В музее мост красуются и современные гоночные болиды, такие как спортпрототип BR-01 или Dragster Undercover из мира дрэгрейсинга. Здесь есть люди, которые вам обо всем расскажут. В некоторые машины можно присесть, здесь работают художники, здесь есть ребята, которые не понаслышке знают все это. У нас сотрудники музея работали в кастом-мастерских. То есть ребята очень глубоко погружены в это. Впрочем, в музее можно не только посмотреть на автомобиле. Здесь проводятся образовательные и развлекательные мероприятия, есть тематические кафе и тату-салон. Продолжение следует...